Нашей общей целью является блистательное интервью, которое удовлетворит польских читателей, польское общество и которое подаст правильный сигнал кое-кому тут в Нью-Йорке. Но прежде всего этим интервью должна быть довольна сама Улья Рихте. Ну, разумеется. Впрочем, и журналист тоже. Разумеется. Кшештов не знает, что настоящей целью этого интервью является примирение писательницы Ульи Рихте с влиятельной еврейской диаспорой в Нью-Йорке, которая после предпоследнего романа Ульи под названием «Кровь» обвинила писательницу в антисемитизме и вынудила Нобелевский комитет вычеркнуть Улью из листа номинантов на Нобелевскую премию по литературе. Поймите, я даже очень рад, что вы здесь. Я ведь только подумал. А вот фотограф, возможно, здесь действительно лишний. Фотографии нужны, Нед. Пускай он придет к концу беседы. Пускай он придет через час и по окончании беседы сделает несколько снимков. Чтобы сделать хорошие снимки, нужно время. Она ни за что не согласится дополнительно пассировать, тем более для польского издания. Пусть эти фотографии будут не только для польского издания. Разместим их на нашем сайте, возьмем их для других изданий. Этот фотограф нанят и проплачен польским изданием. Весь контент принадлежит вот этому польскому изданию. Причем это очень дорогой фотограф. Я даже удивляюсь, откуда у польского издания деньги на оплату такого дорогого фотографа. Это нормально, что вы обсуждаете меня в третьем лице и при мне же, а? Да, это нормально. Не слушай нас, Майкл. Делай свое дело. Ты же профессионал. Если вы еще раз выкажете мне свое неуважение, я отсюда уйду. Вам ясно? Друзья, друзья, Майкл, Майкл, я прошу тебя, я год добивался этого интервью. Если честно, я всю жизнь добивался этого интервью. Пожалуйста, давайте ничего не испортим. А мы здесь именно для этого, Кшиштоф. Чтоб никто ничего не испортил. Хорошо. Пусть фотограф останется, если так нужно. Спасибо. Красивая холодная штучка. Что? Все окей, все окей. Я пошутил. Майкл, я прошу тебя. Но знайте. Спокойно, спокойно. Мы все тут на нервах. Майкл, не обращаем внимания на Наталью. Она просто очень волнуется. Трудно не обращать внимания на такую красотку. Что он говорит? Вы слышали? Мне что, вызвать полицию? Или, может быть, написать в фейсбуке о том, как ты меня сексуально домогался на фотосессии моей матери? Хочешь, чтобы твоей карьере пришел конец, да? Боже мой, куда я попал? Успокойтесь немедленно, перестань, Нат. Не реагируй на него, и ты, Майкл, перестань. Все заткнитесь. И молча ждите. А ты, Кшиштоф, просто доверься нам. Мы твои главные помощники. Все будет очень хорошо. Очень, очень хорошо. Не сомневайся. Продолжение следует...